Доброго времени суток, уважаемые телезрители! В эфире телеканал МВК Сахар, передача ПРОВТО-14, где мы поднимаем и обсуждаем темы, которые касаются дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной, полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Каких масштабов сегодня достиг детский дорожно-транспортный травматизм? И какие меры нужно принимать, чтобы спасти жизнь своих детей и подростков? Как проходит процедура медицинского освидетельствования лиц, управляющих транспортным средством? Автомобили-двойники. Что это такое и что делать, если вы с этим столкнулись? Повторение «Мать учения» правила дорожного движения в нашей студии проверит эксперт по СММ Евгения Андросова. Ну а в начале нашего выпуска предлагаем обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики в период с 8 по 14 мая зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, где травмировано 10 человек и повреждено 12 транспортных средств. Так, 8 мая в городе Ленске водитель, управляя автомобилем «Лексус», не выбрал безопасную скорость движения при повороте направо, выехал на полосу встречного движения, левым передним колесом наехал на бордюр, вследствие чего потерял управление транспортного средства, в результате чего совершил опрокидывание. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир с телесными повреждениями были госпитализированы в Ленскую центральную районную больницу. 12 мая на третьем километре автодороги в окрестностях города Нерингри водитель, управляя автомобилем «Тойота Пробокс», не учел дорожные условия, не выбрал скорость, обеспечивающую водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате совершил столкновение с автомобилем «Лексус». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Тойота Пробокс» получил телесные повреждения в виде ушиба правого легкого, переломов ребер, резаных ран обеих кистей, госпитализированном в травматологическое отделение Нерингринской центральной больницы. 13 мая около 8 часов утра в дежурную часть Мегино-Кангаласского района поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Сыроватского-Алданская произошло касательное ДТП. Предварительно установлено, что на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог водитель, управляя автомобилем марки «Тойота Королла Филдер», при повороте налево не уступил дорогу автомобилю марки «Тойота Ипсум», движущимся со встречного направления прямо, где совершил с ним столкновение. В результате ДТП 16-летний пассажир автомашины «Тойота Ипсум» обратился в медучреждение. В момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности. Водители не пострадали, в момент происшествия были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности. Госавтоинспекция призывает избегать опасных маневров на дороге, соблюдать скоростной режим, быть внимательным при проезде перекрестков, особенно нерегулируемых. Не забывать, что во время поездок на автомобиле пристегнутыми ремнями безопасности должны быть все находящиеся в салоне водитель и пассажиры, в том числе на заднем сидении. А мы продолжаем. Безопасность на дороге – это забота всех участников дорожного движения. Порой достаточно единственной ошибки или невнимательности, чтобы случилась трагедия. И штраф за вождение в нетрезвом виде – это меньшее из бед, которые могут случиться с пьяным водителем. Объявление водителей в состоянии опьянения и порядок освидетельствования смотрите в нашем следующем сюжете. Всего на территории Республики за четыре месяца этого года произошло 197 дорожно-транспортных происшествий, где телесные повреждения различной степени тяжести получило 263 человека. Из них 15 ДТП совершено по вине пьяных водителей. В них пострадало 17 человек, двое из которых погибли. Освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения проводится в присутствии двух понятых с применением видеозаписи, с использованием технических средств измерения, обеспечивающих запись результатов исследования на бумажном носителе, разрешенных к применению и поверенных в установленном порядке. Но начать освидетельствование сотрудник ГИБДД может только при веских основаниях, к которым относятся. Запах алкоголя изо рта, неустойчивость к козы вышедшего из машины водителя, нарушение его речи, резкие изменения цвета лица, неадекватные ситуации поведения. Без этого никто не вправе требовать дунуть в прибор. Водитель, лишенный прав по пьяной статье и терпеливо прождавший весь период лишения без каких-либо нарушений, может вернуть себе документ. Для этого, однако, необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, погасить долги по штрафам ГИБДД. Для подтверждения оплаты нужно будет предоставить квитанцию или чек, если штрафы оплачивались онлайн. Во-вторых, успешно сдать экзамен по билетам ПДД. Вопросы будут те же, что и при первичном получении прав. И в-третьих, пройти медосвидетельствование. Ежегодно количество автомобильных аварий с участием детей не уменьшается и связано это со многими факторами. Прежде всего, это невнимательность самих родителей, которые водят автомобиль, и опасные ситуации на дорогах. Но дети могут получать травмы при ДТП, если они пешеходы, а также в случаях нарушения правил на катании на велосипедах, скейтах и роликах. Какой же должна быть профилактика детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях? На этот и другие вопросы сегодня в нашей студии ответит наш гость, инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Владимир Ощепков. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Расскажите, какая ситуация сейчас на данный момент сложилась по детскому травматизму? По детскому травматизму у нас с начала года, то есть за 4 месяца, было зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с участием детей несовершеннолетних, где в результате которых 27 детей получили различные травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, допустим, в прошлом году было у нас 23 дорожно-транспортных происшествия, ну и 25 детей получили различные травмы. Скажите, какие виды травм преобладают, если такая статистика? В первую очередь, конечно, дети пассажиры у нас получают травмы именно области живота, когда они пристегнуты неправильно, соответственно, либо, опять же, получают более тяжелые травмы из-за того, что они не пристегнуты. То есть не пристегнуты либо в детское удерживающее устройство, либо пристегнуты в штатном время безопасности, которые, опять же, не позволяют в связи с ростом и весом ребенка удержать его как следует, и, соответственно, дети получают у нас, ну как в виде пассажира уже получают тупую травму живота, ну а в худшем случае уже различные переломы, так как они свободно перемещаются, так сказать, в пространстве транспортного средства и получают различные травмы, допустим, тоже сотрясение головного мозга, заканчивают, начиная с наименьшего, заканчивая компрессионным переломом позвоночника, ну и, соответственно, различные переломы каких-либо конечностей. А если вот, мы сейчас затронули времена года, есть ли так называемая сезонность у дорожно-транспортных происшествий с участием детей? Да, у нас в любом случае сезонность есть, да, и также по статистике можно посмотреть, в зимний период у нас, в принципе, дорожно-транспортные происшествия происходят в основном с детьми-пассажирами, да, ну и также у нас в весенний период у нас дети опять же начинают выходить на улицу и опять же у нас появляются дети-пешеходы. Ну а в летний период у нас уже количество дорожно-транспортных происшествий, оно опять же увеличивается, да, тут уже у нас и дети-пешеходы, дети-пассажиры, ну и также особая категория, это у нас дети, которые катаются на каких-либо транспортных средствах, начиная с велосипеда, ну и заканчивая несовершеннолетними, да, то есть, которым уже не наступило совершеннолетие, так сказать, до 18 лет, они уже катаются у нас на мотоциклах, да, и, соответственно, получают более тяжкие последствия после дорожно-транспорта. А кто рискует больше, на ваш взгляд, от горожаней или жителей сельской местности? Ну тут опять же можно посмотреть с различных сторон, да, в городе у нас, в принципе, дети могут попасть не только на проезжей части, да, получается, так как у нас, в принципе, интенсивное движение в основном как бы на проезжей части, да, ну и все начинают думать то, что в основном нужно опасаться именно резкого выхода ребенка на проезжую часть, ну что обычно в принципе бывает, да. Ну и опять же не стоит забывать то, что в городе у нас есть дворовые территории, да, где транспортные средства не только стоят, ну и, соответственно, также в дворовых территориях у нас водители не соблюдают скоростной режим, да, соответственно, и не успевают предпринять какие-либо меры, чтобы остановиться, ну и пропустить детей. Кто чаще страдает в ДТП, дети пешеходы или дети пассажиры? Ну, если так взять, в этом году у нас из всех вот 25 дорожно-транспортных происшествий в основном у нас, опять же, преобладают дети пешеходы, опять же, это дети у нас в возрастной категории начальных классов, то есть с 7 до 8 до 9 лет, получается, именно вот. Если так по категории взять, грубо говоря, да, вроде детям объясняют то, что в принципе нужно переходить дорогу, да, как следует правильно, да, посмотреть по сторонам налево, направо и еще раз налево, чтобы убедиться в безопасности своего перехода, ну, все равно дети именно вот начальных классов, получается, попадают в ДТП, ну, в качестве пешеходов. Вот исходя из вашего опыта, каким образом дети получают самые опасные травмы и каким образом могут взрослые, да, вот мы, например, как-то постараться это предотвратить? Ну, самое, конечно, из всех вот взятых ДТП, в основном, конечно, у нас самую серьезную травму получают дети-велосипедисты, так как они у нас более быстрые, да, так как на транспортном средстве сидят практически, можно сказать, да, и, соответственно, они менее защищены. Ну, и в завершении нашей беседы ваши пожелания нашим водителям, пассажирам и пешеходам? Ну, и наши пожелания, как всегда, безопасных дорог, ну, и тем более в преддверии летних каникул, да, опять же, хотелось бы пожелать всем взрослым соблюдать правила дорожного движения, ну, и быть правильным примером для своих детей. Спасибо большое. Ну, а я напоминаю, что у нас в гостях был Владимир Ощепков, инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения, управления ГИБДД, Министерства внутренних дел по республике Саха-Якутия. Спасибо. А мы продолжаем. Автомобили-дублеры бывают не только в сценах боевиков на съемочной площадке, но и в реальной жизни тоже случаются появления машин-двойников с поддельными регистрационными номерами и идентификационными данными. Добросовестным приобретателям это сулит одни проблемы – от штрафов до невозможности поставить на учет только что купленный автомобиль. Зачем создают автомобили-двойники и какое наказание грозит за подложные номера – смотрите подробности в материале нашего корреспондента Ларины Сукуевой. Подложные номера на автомобиле – это регистрационные знаки, изготовленные с нарушением установленного законодательства о техническом регулировании производства таких номеров или внесения в них изменений. Подделка госномера автомобиля в 2023 году преследуется законом. При этом водителя могут привлечь к ответственности, даже если он не знал о том, что регистрационные знаки не настоящие. Для физических лиц штраф составляет 2500 рублей, для должностных лиц, ответственных за эксплуатацию автомобиля – от 15 до 20 тысяч рублей, для организаций – от 400 до 500 тысяч рублей. Управление транспортным средством с подложными номерами, лишение водительского удостоверения на срок от 6 до 12 месяцев. Подделка государственных регистрационных знаков, штраф до 80 тысяч рублей или в размере дохода, осужденного за период до полугода. Обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до одного года, ограничение или лишение свободы, либо принудительные работы до двух лет. А автомобилем-двойником называют транспортное средство, которое полностью копирует другую машину. Как правило, совпадение бывает полным – по модели, цвету, году выпуска, вен-коду и номерным знаком. Создают такие автомобили для избежания штрафов с камер наблюдения и для легализации угнанных или незаконно везенных из-за границы машин. Что делать, если автомобиль оказался двойником? Теоретически можно через суть признать договор купли-продажи незаконным, но здесь появляется другая проблема – найти продавца. При этом сама машина будет конфискована как вещественное доказательство в уголовном деле и направить дознавателю ходатайство о выдаче автомобиля. После проведения экспертиз автомобиль действительно могут вернуть под обязательство и не продавать, и не разокомплектовывать, но на практике навстречу владельцу идут редко. Признать право собственности на машину двойника и оспорить отказ в регистрации по решению суда практически невозможно. В лучшем случае автомобиль вернут без права на эксплуатацию, и его останется лишь продать на запчасти. Чтобы не стать жертвой мошенничества, эксперты рекомендуют заручиться поддержкой хорошего автоподборщика, который тщательно осмотрит машину и проверит ее по всевозможным базам. Минимизировать риски можно при покупке автомобиля у официального дилера в трейд-ин. Также стоит обратить внимание и на цену. Она не должна быть заметно ниже рыночной. Ведь спрямление продавца как можно быстрее избавиться от машины с большей долей вероятности говорит о возможных проблемах. Кроме того, покупать автомобиль надо только у его собственника, указанного в документах. Ведь если этот автомобиль-двойник, реальный собственник настоящего оригинального автомобиля, на сделку не явится. Первое знакомство Алексея Кривошеева, командира отдельного специализированного батальона ДПС со службой госавтоинспекции, состоялось в детстве в его родном поселке Эльдикан Усть-Майского района, когда он вместе с друзьями гонял сначала на велосипеде, а потом на мотоцикле. Сотрудник ГАИ требовал от мальчишек наличие шлемов и соблюдения правил дорожного движения. Алексей Евгеньевич до сих пор помнит имя сурового инспектора Алексей Татаринов. Именно он, сам того не зная, стал примером для нашего героя. Хотя тогда Кривошеев мечтал совсем о другой профессии. А мечтал Алексей стать водителем. Ну, у меня папа был водителем, брал меня с собой в дальние рейсы, мы с ним ездили. Машина тянула как-то двигатель, руль. Ну, для мальчиков это свойственно. Поэтому такая была детская мечта – стать водителем больших грузной машины. По окончанию школы Алексей Кривошеев поступил в Олегминский технику, механизации и электрификации сельского хозяйства, после чего была служба в армии. Погоны, порядок, дисциплина – все это поспособствовали для Алексея вступить в ряды сотрудников ГИБДД. Так, с осени 1997 года, пройдя все ступени карьерной лестницы от стажера ГАИ до командира батальона ДПС, Алексей Кривошеев на страже порядка на дорогах республики. Вот это первые воспоминания, яркие такие, как для меня пришедшего. Это, конечно, погони, стрельба. Это было регулярно, поверьте мне, задержание. Преступников, задержание. Тогда вот, я еще раз подчеркну, криминогенная обстановка была такая серьезная. Намного серьезнее, чем сейчас. Грабежи, разбойные нападения – это было в порядке вещей. Ну а вот взгляд со стороны, как мальчишки, которые после армии пришел, ничего себе, стреляют, гоняют, маяки тут, пули свистят. За эти 26 лет ситуация на дорогах Якутии, несомненно, изменилась в лучшую сторону. Если раньше количество погибших в ДТП за год составляло не менее 140, то сегодня, благодаря политике руководства ГИБДД республики, программам «Безопасная дорога», безопасные и качественные дороги и слаженной работе Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений, смертность на дорогах заметно снизилась. Изменилось положительную сторону и отношение граждан к работе сотрудников ГИБДД. И стать инспектором госавтоинспекции стремятся уже со школьной скамьи, особенно юидовцы – юные инспекторы движения. Это, прежде всего, должен быть характер. Человек, который порядочный, не допускающий сам нарушения закона, чтобы он мог требовать от других их соблюдения. Открытый, честный. Нужно жить какими-то целями, неценными, большими. То есть, когда мы работаем, мы видим свою цель. Это обеспечение безопасности в целях сохранения жизни и здоровья граждан. И это большая цель, я считаю. И когда ты увидишь, когда дети бегают, радуются, или когда люди спокойно ездят, радуются на своих приобретенных автомобилях, что безопасно, спокойно себя чувствуют за рулем, не боясь ничего, то это очень приятно. С удовольствием хочу приступить к любимой многими нашими телезрителями рубрике, где горожане проверяют свои знания правил дорожного движения. И по традиции наш тест будет состоять из 10 вопросов. А сегодня на них ответит специалист СММ Евгения Андросова. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. У нас такой традиционный вопрос всем гостям на этой рубрике. Какой у вас стаж вождения? 11 лет беспрерывного. Отлично. Волнуетесь? Нет. Нет? Здорово. Ну, вы, кстати, первый человек, который не волнуется перед тестом. Ну, давайте начнем. На экране будут показаны все вопросы, и ваша задача будет выбирать правильный. Итак, внимание, первый вопрос. Разрешен ли вам съезд на дорогу с грунтовым покрытием? Варианты ответов разрешен. Разрешен только при технической неисправности транспортного средства. И третий вариант запрещен. Первый вариант разрешен. Разрешен. Принято. Второй вопрос. Какие из указанных знаков запрещают движение водителям мопедов? Варианты ответов только А, только Б, В и Г. Четвертый вариант – все знаки. Четвертый вариант – все. Четвертый вариант – все знаки. Принято. Следующий вопрос. Вы намерены повернуть налево, где следует остановиться, чтобы уступить дорогу легковому автомобилю? Варианты ответов – перед знаком, перед перекрестком у линии разметки, на перекрестке перед прерывистой линией разметки и четвертый вариант – в любом месте по усмотрению водителя. Там стоит знак «Уступи дорогу». И если я поворачиваю налево, то должна остановиться у линии разметки, где вот треугольники. Второй вариант. Вариант номер два – перед перекрестком у линии разметки. Принято. Следующий вопрос. Что означает мигание зеленого сигнала светофора? Варианты ответов. Предупреждает о неисправности светофора. Второй – разрешает движение и информирует о том, что вскоре будет включен запрещающий сигнал. Третий вариант – запрещает дальнейшее движение. Ну, конечно же, второй вариант. Разрешает движение и информирует о том, что вскоре будет включен запрещающий сигнал. Вариант номер два. Хорошо. Следующий вопрос. По какой траектории вам разрешено выполнить разворот? Варианты ответов только по А, только по Б и по любой из указанных. Ну, если у нас двустороннее движение, то получается вариант один, только А. Только А? Да. Принято. Следующий вопрос. С какой скоростью вы можете продолжить движение вне населенного пункта по левой полосе на легковом автомобиле? Варианты ответов. Не более 50 км в час. Второй вариант. Не менее 50 км в час и не более 70. И третий вариант. Не менее 50 км в час и не более 90. Так, ну, не менее 50 км в час. Если это вне населенного пункта, то не более 90. Вариант номер три. Вариант номер три, да. Принято. Следующий вопрос. Можно ли водителю легкового автомобиля выполнить опережение грузовых автомобилей вне населенного пункта по такой траектории? Вариант ответов. Можно. Можно, если скорость грузовых автомобилей менее 30 км в час. И третий вариант. Нельзя. Вариант А. Можно. Почему нельзя? Почему бы нет? Так, первый вариант. Принято. Следующий вопрос. Сколько полос для движения имеет данная дорога? Варианты ответов. Две, четыре, пять. Ну, если я правильно посчитала, то там четыре. Четыре. Принято. Следующий вопрос. Можно ли вам въехать на мост первым? Варианты ответов. Можно. Можно, если вы не затрудните движение встречному автомобилю. И третий вариант. Нельзя. Там стоит знак, где вот красная стрелка относится вот к той машине, да. То есть он уступает, значит мне можно. Вариант первый. Вариант номер один. Принято. И последний вопрос. Разрешено ли вам обогнать мотоцикл? Варианты ответов. Разрешено. Разрешено, если водитель мотоцикла снизил скорость. И третий вариант. Запрещено. Так, ну, я точно не знаю, если честно, да. Просто вот, ну, чисто такую логику в плечу. Если представить, что вот я еду, вот реально, да, то я бы не обогнала. Потому что там вот синий, ой, желтый, желтая машина стоит еще. Мне кажется, мне кажется опасно. То есть вы бы предостереглись и не стали бы обгонять. Да. Поэтому я выбираю вариант. Третий запрещено. Хорошо. Ну что, это были все вопросы. Сейчас мы узнаем, какие из ответов были правильные, а какие нет. И в этом нам поможет Наталья Ленских, преподаватель учебного центра «Фаворит». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Евгения ответила на 10 вопросов. И первый вопрос был. Разрешен ли вам съезд на дорогу с грунтовым покрытием? И вы дали правильный ответ. Действительно, на дорогу с грунтовым покрытием съехать можно. Следующий вопрос. Какие из указанных знаков запрещают движение водителям мопедов? Водителям мопедов запрещают движение все знаки. Вы дали правильный ответ. Вы намерены повернуть налево, где следует остановиться, чтобы уступить дорогу легковому автомобилю. Здесь вы тоже дали правильный ответ. Действительно, необходимо остановиться перед перекрестком у линии разметки. Что означает мигание зеленого сигнала светофора? Конечно, это был правильный ответ. Светофор разрешает движение, информирует о том, что вскоре будет включен запрещающий сигнал. По какой траектории вам разрешено выполнить разворот? Вы дали правильный ответ. Действительно, можно развернуться только по траектории А. В это будет встречное движение. С какой скоростью вы можете продолжить движение вне населенного пункта по левой полосе на легковом автомобиле? На легковом автомобиле вне населенного пункта можно двигаться скоростью не более 90 км в час. Учитывая, что в левой полосе он у нас стоит, а установлен дорожный знак не менее 50, то правильный ответ не менее 50 и не более 90 км. Вы дали правильный ответ. Можно ли водителю легкового автомобиля выполнить опережение грузовых автомобилей вне населенного пункта по такой траектории? Здесь вы тоже дали правильный ответ. Действительно, можно. Сколько полос для движения имеет данная дорога? Данная дорога имеет 4 полосы для движения. Вы дали правильный ответ. Можно ли вам въехать на мост первым? Действительно, знак разрешает вам въехать первым. Правильный ответ? Разрешено ли вам обогнать мотоцикл? В этом вопросе вы засомневались. Вы дали правильный ответ. Но, я думаю, стоит напомнить, что на перекрестке можно обгонять только в одном единственном случае, если это нерегулируемый перекресток, а вы двигаетесь по главной дороге. В данном случае это равнозначный перекресток на таких перекрестках. Обгонять нельзя. Ответ был правильный. Евгения, вы на все 10 вопросов дали правильный ответ. Всем телезрителям и вам, Евгения, я желаю удачи на дорогах. И напоминаю, что правила дорожного движения нужно все равно повторять. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие уважаемые телезрители, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. И до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова